Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на финансовые рынки. Волатильность на площадках вы сами все прекрасно видите. Зашкаливает, бьет рекорды, рисковые инструменты фондовой площадки валятся. Друзья, это и есть самое настоящее проявление кризисного явления. Если кто-то сомневается в том, что кризис наступил, не нужно сомневаться, друзья. Все индикаторы указывают на то, что именно это сейчас и происходит. Повторюсь, друзья, что в ближайшие дни я подготовлю ролик специально по последствиям, влияниям именно того, что происходит на рынке нефти и сегодня уже может начать происходить на рынке российской валюты для экономики России. Я думаю, что этот ролик будет интересен тем, кто заинтересован в том, чтобы разобраться в происходящем. Друзья, давайте начнем с рынка нефти, потому что здесь у нас по-прежнему уровни, которые являются фактически минимальными с 2016 года. Совсем чуть-чуть по меркам, особенно последних движений, нефть отделяет от минимальных отметок. К 2016 года это чуть ниже 30 долларов за баррель, а если мы, друзья, окажемся ниже, то пойдем уже на обновление минимумов с далекого 2003 года. Почему рынок нефти обвалился? Вы знаете, что это все следствие именно итогов последнего заседания ОПЕК, где в результате затяжных, продолжительных, сложных, очень непростых переговоров между Россией и Саудовской Аравией странам не удалось прийти к консенсусу по дополнительному снижению нефтедобычи. И более того, по итогам встречи ОПЕК стало ясно, что Альянс себя и жил. Саудовская Аравия и Россия разошлись, как в море кораблей. Можно сказать, что фактически энергетического пакта уже нет, не действуют условия, хотя официально с 1 апреля только прекратится, опять же, скованность обязательствами для регионов. Но я думаю, что страны, которые мы только что с вами озвучили, уже начали активно увеличивать нефтедобычу. С 1 апреля рост производства нефти в России может скакнуть значительно. При этом стоит отметить, что по цифрам еще разберемся, касательно России. А вот что касается Саудовской Аравии, то в планах уже поднять добычу больше, чем на 2 миллиона баррелей в перспективе нескольких месяцев. С целью доведения общего показателя производства выше, собственно, 10 миллионов баррелей. Соответственно, это решение стало основной причиной обвала курса нефти. На выходных Саудовская Аравия подлила масло в огонь, сообщив о том, что Саудиорамка снижает отпускные цены до минимума за последние, собственно, много лет. Это еще выступило дополнительным катализатором для распадаж, поэтому открытие с ГЭПом и, в принципе, чудовищная реальность, в которой оказался весь сектор энергетики на данный момент. Друзья, сегодня, после выходного дня в России в понедельник, мы будем лицезреть старт торгов на российской валютной бирже. Нас прежде всего интересует то, как откроется рубль. Я уверен, что открытие будет адовым. Если вы, опять же, не интересовались темой, где будет рубль, а не интересоваться ей было просто невозможно, то наверняка через разные индикаторы, через опережающие, скажем, сигналы того, где с учетом фундамента может оказаться рубль, знаете, что сейчас открытие рубля ожидается примерно в диапазоне от 72 до 75 рублей за 1 доллар. Я хочу отметить, друзья, то, что на самом деле ситуация может быть гораздо хуже. И чтобы понять, что пик девальвации может отправить рубль гораздо ниже текущих значений, нужно просто вспомнить про элементарные понятия, которые характерны для российской экономики при планировании бюджета и при его верстке. Это бюджетные правила и бюджетные механизмы. Эти механизмы подразумевают необходимость соответствующего изменения курса национальной валюты при таких же изменениях ценовой конъюнтуре на рынках углеводородов. Если мы возьмем текущие показатели, при которых верстался бюджет, то базовая стоимость нефти, Юрлс, конечно же, но мы вправе говорить о бренсе, потому что там дисконт небольшой, друзья, поэтому, в принципе, ценовые уровни сопоставимы. Текущий бюджет верстался при стоимости барреля в районе 44 долларов за баррель. То есть текущие цены на нефть, друзья, если мы попробуем пересчитать с учетом того, какой курс рубля был тогда, когда бюджет принимали, с прогнозным ценовым ориентиром в районе 44, получится, что рублевая стоимость барреля нефти была около 3000 рублей. И теперь простая математика. Если мы будем сопоставлять текущие цены на нефть с ожиданиями, например, оптимистов, что рубль будет в районе 70, то станет очевидно, что не бьется это бюджетное правило, не исполняется. И Российская Федерация, с учетом изменений, опять же, на рынке углеводородов, не может полностью профинансировать, с учетом такой ценовой конъюнктуры, все расходы, которые закладывались в бюджет. То есть фактически можно сказать, что бюджет даже при курсе в 75 рублей за доллар будет недофинансирован процентов на 15. Поэтому вернемся к конкретным цифрам. Если мы будем говорить о курсе в 75 рублей за доллар, то этого недостаточно, друзья, при текущих ценах на нефть. Если мы допустим, что котировки черного золота останутся под давлением, а вероятность этого крайне высока, и мы можем легко оказаться в районе 30 долларов за баррель, то курс рубля будет стремиться уже к 80-85. А если же котировки Brent, друзья, продавят все-таки ниже 30, это реальность 2016 года, когда все говорили о том, что за 1 доллар реально могут давать не менее 100 рублей. Это не апокалиптический прогноз, друзья. Это реальность, которая реализовалась. И простая математика, простое сопоставление правил. И именно понимание того, что происходит на рынке нефти, вы должны осознавать у российской экономики, как у сырьевой державы, ну нет иного выбора, кроме как манипулировать сейчас, хотя это, наверное, неправильное слово, адаптировать курс под то, что происходит на рынке нефти. Поэтому сегодня я ожидаю, что мы увидим открытие в районе 75 и будет точно еще прострел до 80, хотя бы с позиции именно спекулятивной атаки. Ну а там уже все будет зависеть от Центрального банка России, как быстро будут активно проводиться валютные интервенции. Что касается последствий для российской экономики, друзья, то это серьезнейший рост цен на импортные товары, рост потребительской инфляции, основной инфляции, выход за пределы целевого значения, таргета Центрального банка. И за всем этим снова последует, друзья, деятельность ЦБ по росту ключевой процентной ставки, ставки рефинансирования. Темпы экономического роста, на мой взгляд, могут просесть процента на 3. Ну ладно, с этим я думаю, что разобрались, понятно. Давайте по другим инструментам, скажем вкратце. Доллар иена 104,99 я предлагаю, друзья, с учетом все-таки сохранения, позиционирования, снижения курса доллара в связи с закладкой под смягчением монетарной политики 18 марта, ставить на то, что пара все-таки развернется и через повышенный спрос на иену из-за последствий распространения коронавирусной инфекции мы можем еще руководствоваться прогнозом Goldman Sachs, когда пара в перспективе нескольких месяцев реально доберется до юбилейной отметки 100. Золото здесь длинные позиции, друзья, тоже можете сделать из этого долгосрочную идею. Не нужно сейчас на такой волатильности размениваться на какосрочный трейдинг. Насколько бы вы не были проницательными, вы не сможете на таких движениях попасть, друзья, в цель. Поэтому здесь нужно брать минимальный объем, минимальное плечо и заходить в долгу. Евро против доллара и фунт против американца. Здесь я в ожидании двух мощных экономических стимулов. Европейский центральный банк на этой неделе. Возможно увеличение программы количественного смягчения. Поэтому я не хочу пока что отпускать евро в лонг. Я рассчитываю на то, что евро все-таки продавит. Сегодня темп экономического роста в 13.00 по московскому времени. По фунту также я жду, когда проявит себя Банк Англии. Котировки текущие 1.30.50. В том случае, если Банк Англии примет решение о смягчении монетарной политики, мы окажемся снова ниже уровня 1.30. Как вы помните, по фунту я держу короткую позицию. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»